Очень рады вас вновь видеть на нашей земле. Мы вас знаем, помним, очень сильно любим и ценим. Вот сегодня вы провели встречу с министром здравоохранения области с Олегом Николаевичем Костиным. Насколько нам известно, обсудили так называемую концепцию административно-территориального переустройства больниц. Вот на ваш взгляд, насколько планы нужны, важны, насколько они исполнимы и может быть какие-то есть предложения, замечания по этому поводу? Я не раз говорил и повторю еще раз, уверен, что управленческие решения, организационно-управленческие решения 21 века, они должны базироваться на гибкости. Мы всегда это обсуждали и с прошлой командой Владимира Анатольевича Шудякова, и сейчас Олега Николаевича, которую я знаю давным-давно и знаю его как прекрасного управленца. Жизнь нам всегда ставит новые задачи. Все это полугодие, и коронавирусная инфекция, и эпидемия ее, четко реализовали те пути, по которым нам нужно идти в реализации так называемого здравоохранения 20-20+, как мы его часто называем. То есть это те меры, которые отвечают требованиям оптимума, максимальной эффективности. Мы должны понять в рамках вот этого бюджета, пусть нарастающего бюджета здравоохранения, федеральный бюджет предполагает динамику плюс 20% по всему, это то, что касается принятого федерального бюджета на 2020 год и грядущую трехлетку. И это, естественно, поднимает субъекты. У нас есть серьезные решения по финансированию в рамках федеральных проектов и национальных проектов здравоохранения. Но это не снимает с нас ответственности за гибкие настоящие организационные решения. Сегодня, когда Министерство Саратовской области ставит задачу таких вот организационных решений, укропнения управленческого аппарата, финансового аппарата, больниц, создания единой кристаллической решетки, госпитальной базы, областного здравоохранения. С учетом, я хочу подчеркнуть, университетского мощнейшего здравоохранения области, здравоохранения на местах, строящихся фабов. Сегодня мы обсуждали вопрос цифрового единого контура и его работы в рамках ЕВСЗ, Единая государственная информационная система здравоохранения, перспективы. Все это, на мой взгляд, точно отражает задачи, которые ставит сегодняшний день. И в завершение подчеркнул, что каждые недели, как для рабочей день, они дают нам новую базу для аналитики. Не надо никогда стесняться менять свои решения и принимать их так, чтобы в короткие, следуя проектному подходу, короткие проекты, они достигали своей цели, и ее достижение было нам понятно. Спасибо.